Наука как социальный институт. Научные нормы Роберта Мёртона. Мне кажется, в нашем курсе мы пока не замечали одного важного слона. Мы пытались понять, как устроена наука. И хотя Томас Кун нам говорил о том, что наука устроена через изменения, в том числе и социальные, но мы как бы не касались этого вопроса подробно, как бы не замечали этого слона. А слон заключается в том, что наука это прежде всего социальный институт. Мы сделаем несколько видео, которые будут связаны с тем, что социологи говорят про науку. И первое из них это видео. Это будет про теорию научных норм Мёртона. Вообще, идея анализировать вот этот феномен, что такое науку, социологическими методами, это идея, которая возникла еще в самом начале 20 века. Ну, и даже раньше, конечно. Ну, вот Роберт Мёртон, как сам по себе, один из отцов, основателей социологии современной, нам важна его концепция. Значит, тут есть несколько слов про самого Мёртона. Ну, здесь первая жизнь – это его просто университетский профессор, совершенно такая академическая жизнь, без каких-то переломов, как это было. Прежде всего, конечно, у Пола Фрейраббента. Его идея заключается... И он автор... Да, он автор книги, которая является одной из... Главное, социальная теория и социальная структура. Видите, она три раза переиздавалась. И Мёртон известен такими понятиями, что он их вел, как ролевая модель, самоисполняющееся пророчество, референтная группа, фокус-группа. Вот, мне кажется, сами по себе эти понятия, они нам дают представление о том, чем он занимался сам Мёртон. То есть, он пытался показать, как устроена социальная структура, как устроено наше взаимодействие, как мы организуем наше социальное взаимодействие. Значит, и он в том числе задавался вопросом, какие нормы и ценности присущи науке, как социальному институту. То есть, как организовано социальное взаимодействие между учеными. И он выделил четыре критерия. Мы как раз сейчас по ним и пройдёмся. Забавно, эта теория возникла где-то ещё в сороковые годы. Ну, собственно, в разгар ещё нех... Просто Второй мировой войны и последующей Холодной войны. И он называет одну из первых норм – это коммунизм. Такое яркое на тот момент слово. Однако, вкладывает в неё не политический контекст, а что-то другое. Вот мы сейчас посмотрим. То есть, сами по себе нормы – это коммунизм, универсализм, бескорыстие, как это переведено на русский язык, или disinterest, disinterestness. И, то есть, у нас нету интереса какого-то специального. И организованный скептицизм. Значит, в чём заключается коммунизм? Идея заключается в том, что наука или научные открытия, они принципиально, и даже процесс научных открытий, принципиально открыт для других учёных. То есть, нам идея такая, что наука не может быть ни национальной. То есть, она национальной может быть чисто описательна, но она не может быть сама в себе национальной. То есть, как такая норма. Более того, научные открытия должны принадлежать всем. То есть, конечно, тут очень простая идея. У нас есть патент, и мы ещё об этом поговорим. То есть, у нас есть идея, кто его сделал, но само по себе открытие, когда оно сделано, оно должно принадлежать всем. Более того, нужно, если вы сделаете эксперимент, вы должны предоставить в том числе и данные этого эксперимента для других учёных, чтобы они могли перепроверить, насколько вы сделали этот эксперимент. То есть, попробовать повторить этот эксперимент самому. Вот эта вот воспроизводимость экспериментов. Важный критерий. И если его... Это такая норма, да? То есть, его, конечно, можно нарушить. Это не закон природы. Мы можем нарушать такие нормы социальные. Но мы тогда должны зафиксировать, что это нехорошо, нарушение таких норм. То есть, если вы, как учёный, не даёте данные, не открываете свои данные, значит, здесь, ну, это само по себе не очень хорошее поведение. Лучше бы его избегать. Значит, универсализм, понятно, в неличностный характер научного знания. То есть, знание не может принадлежать даже ни группе людей. Оно может принадлежать, ну, как бы сразу всем. Не только принадлежать, но и быть понятным. Значит, бескорыстие. Это такая важная идея, потому что мы можем думать, что, конечно, мотивация учёных, и мы на следующем слайде об этом поговорим, она может быть совершенно разной, индивидуальной. Одни люди занимаются наукой, чтобы заработать деньги. Но его главная идея, что как норма может быть только такая деятельность, которая не является... То есть, если вы занимаетесь наукой только для того, чтобы заработать деньги, это серьёзно... То есть, мы можем зафиксировать, что здесь эта наука не очень хорошо функционирует, потому что нарушается эта норма. И организационный скептицизм. Организованный скептицизм. Это исключение некритического принятия результатов исследования. По сути дела, можно сказать, что это перекликается и с Карлом Поппером. Мы ничего не должны... Мы должны перепроверять наши эксперименты. Интересно, что эти идеи, кажется, такие довольно... Ну, тривиальные или нетривиальные, но, по крайней мере, кажутся очень рациональными идеями. Они, конечно, очень хорошо разделяются и самими учёными. По крайней мере, ведущими учёными, как физик Фрейнман. Он... Вот мы можем посмотреть его речи, которая говорит о том, что научное поведение – это абсолютная честность. Это специфическое обучение в обратном направлении. Например, если вы проводите эксперимент, то сообщите об этом всем, что может влиять на результаты. Объясните, почему их можно признать недействительными. То есть, это... Смотрите, опять... Это идея, которая совершенно созвучна. И как с Карлом Поппером, так и с Робертом Мерконом. То есть, идея открытости данных, идея организованного скептицизма, и идея демонстративной незаинтересованности. То есть, понятно, сам учёный хочет, чтобы эти все его эксперименты, его теории подтвердили, но он должен демонстрировать свою незаинтересованность. Он должен переступить своё личностное отношение к этому. Кроме этих четырёх критериев, есть ещё один дополнительный критерий. Меркон вводит его в 1957 году. Это система вознаграждений. Ну, то есть, почему люди должны... Какая мотивация есть у людей соблюдать все эти четыре правила? И все эти четыре нормы? И главная мотивация – это... То есть, главное вознаграждение в науке. Это не материальное вознаграждение, а это признание. И поэтому мы можем видеть много споров о приоритете открытия, споров о плагиате, споров о краже идей. Вся история науки, она полна такими конфликтами. Почему? Потому что главная мотивация учёных – это признание. Значит, тут можно сказать, что вот этот коммунистический идеал науки, он даёт довольно специфическое представление о том, как эта собственность фиксируется. То есть, если мы думаем, что все данные наши являются, как бы, и надлежат всем, то где же собственность? И вот собственность оказывается на первенство, на то, что это вы сделали. Это главная идея. И в патентное право это как раз как бы, это как раз и зафиксировано. В принадлежность вот вашего первенства в данной теории. И тут интересно, значит, на слайде, осталось упущенным, это скульптура из Оксфорда Ньютон и Лейбниц. Такой один из главных споров о приоритете открытия дифференциального исчисления. Помимо этого, нужно ещё добавить о двух эффектах. Один — это эффект Матвея, а другом — это на следующем слайде. Это то, что ввёл Мёртон, и то, что кажется очень важным знать нам, как учёным, да и как философам науки. Это такой странный эффект. Эффект, что научное сообщество склонно приписывать все заслуги тем людям, которые уже знамениты. Само название, оно связано с библейским апостолом Матвеем, который говорил следующее. «Ибо каждому имеющему будет дано, у каждого у него будет и у него будет изобилие, а у не имеющего будет взято и то, что он не имеет». То есть, вообще-то не очень справедливо, но это такая реальность, в которой мы должны работать, и на самом деле, в которой мы должны что-то сделать, чтобы это изменить. То есть, зная такую нашу психологическую особенность, зная то, вот, особенность этого механизма работы, что если вы, например, молодой, то у вас может быть, если вы молодой ученый из престижного университета, то вас, скорее всего, будут больше цитировать. Если вас будут цитировать больше уже в самом начале вашей карьеры, то вероятность того, что у вас будут цитировать и дальше, она только возрастает. Соответственно, те ученые, которые работают в менее престижном университете, или, например, которые уже находятся в середине своей карьеры, имеют меньше шансов получить много цитирования. И здесь есть еще один связанный с этим эффектом, эффектом, эффект, который называется эффект Матильда, он здесь связан двумя способами. Значит, сам по себе эффект это систематическое умаление значимости вклада женщин в науку и приписывание трудов женщин коллегам мужского пола. то есть, понятен эффект. Мужчина кажется более престижным в науке, ну, как минимум, исторически мы это видим. И поэтому, как бы, человек, у которого больше престижа, он накапливает престиж, его увеличивает только. Поэтому женщин цитируют меньше. То есть, это, можно сказать, такой частный случай эффекта Матвея. Но при этом сам по себе эффект может быть рассмотрен совершенно отдельно. И тут интересный случай с самим по себе эффектом Матвея, на который оказал эффект Матильда. Наверное, сейчас немножко звучит сложно, но что имеется в виду. Харриет Цукерман это жена Роберта Мертона. И, собственно, она, ее работа в большом мере тоже повторяла этот тезис про эффекта Матвея. Однако, Роберт Мертон написал эту статью, поставив только себя в качестве автора, но чуть позже он сам исправляется, что вот он пишет, что я с опозданием понимаю, насколько я широко использовал интервью и другие материалы исследования Цукерман. Не знаю, почему здесь называется Зекерман, перевели фамилию. на работу и, конечно, мне следовало увлекать работу двух соавторов. То есть, он потом говорит о том, что вообще-то надо было вдвоем опубликовать эту работу про эффекты Матвея, но сработал вот эффект Матильды. Ну что ж, подведем итог. Научные нормы Мертона. Первое. Научные нормы Мертона это ценности для группы людей, ищих правду. На самом деле здесь специфического научного здесь не сильно много. То есть, в принципе, любые люди, которые будут организованы так, чтобы найти правду, будут реализовывать все эти четыре, а может и пять нормы. Нормы. Но понятно, что наука это такая специализированная деятельность общества. люди, ищущие правду по специальности. И здесь есть другой вопрос, что сам Мертон не касается вопроса об истинности научных теорий. Об этом мы поговорим в следующем видео.